Тем временем жара продолжает гнать жителей Якутска к воде, но как правило для отдыха жители выбирают места совсем не подходящие для водных процедур. Таковым, к примеру, является место съезда к зимней ледовой переправе в Таргалахе. И ежедневные инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды по местам несанкционированного отдыха. В один из них с сотрудниками инспекции отправился Виталий Абрамов. Как показывает анализ происшествий на воде, основными причинами утопления являются оставление детей у водоемов без присмотра взрослых, купание в состоянии опьянения и в лидирующих позициях купание в неустановленных местах. Но наш народ достаточно упрямый и, несмотря на предупреждения, продолжает рисковать своей жизнью. С начала года в республике произошло уже более 60 несчастных случаев. И отдых в подобных местах только будет пополнять печальную статистику. Данный водный объект – это подходной канал. Здесь проложен судовой ход, то есть интенсивное движение судов. Но, несмотря на это, да, несознательные граждане, вот видите, да, например, заплывают. То есть проходящее судно может попросту его не заметить, потому что при волнениях может не увидеть. На наших глазах в этом достаточно узком месте довольно часто проплывали катера. В непосредственной близости от купающихся и даже ракета на подводных крыльях. Тем не менее, отдыхающие продолжают игнорировать спасателей. И, наверное, ожидают, когда человек, наконец, попадет под винты. И начнется большая шумиха. Точно так же, как это было недавно в Петуховке. И только после этого они, может, наконец, одумаются. А пока в арсенале у инспекторов только беседы. И в крайних случаях штрафы. Это выявление нарушения правил охраны жизни у людей на водных объектах. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 3.6 Кодекса Республики Саха-Якутия, где санкции влечет наложение административного штрафа на граждан от 500 рублей до 5000. Так что все зависит от вас. Либо вы, наконец, прислушаетесь к предупреждениям о том, что купаться в таких местах небезопасно, либо есть вероятность пополнить уже сказанную мной печальную статистику. Это Ле Абрамов, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутс.